И вот сегодня мы представляем творчество очень интересного человека. Хозяин Магомедович Алеев. Он доктор, он настоящий доктор. Он психиатр. Он лечит человечество, поставил своей задачей спасти человечество. И он еще, как вы видите, прекрасный художник. В чем проблематика этой выставки? Она ставит очень важный вопрос. Вопрос о том, зачем нужно искусство в современном мире. Вы знаете, что у искусства всегда разные задачи в зависимости от эпохи. Искусство может нести какую-то магическую функцию выполнять, религиозную, информационную функцию. Может способствовать самовыражению личности. А искусство Хасаи Магомедовича нас спасает. Это побочный продукт его психотерапевтического метода. Метода борьбы со стрессом, который называется ключ. Можно подробно узнать об этом методе, найти в интернете описание. Подробно все узнать. Послушать уроки Хасаи Магомедовича, которые есть в интернете. Значит, я расскажу только самую-самую суть. И как из этого метода получилось вот это искусство. А началось все так, наше знакомство. Прихожу я в институт искусствознания, в газетский переулок, на конференцию. Я там должна делать доклад. Смотрю, вот еще товарищ тоже делает доклад. Конференция просвещена методике работы, педагогические методики, лечебные методики, в изобразительном искусстве. И так получилось, что мы с ним делаем один и тот же доклад, только на разном материале. У нас одинаковые приемы получаются. Ну, Хасаи Магомедович, я-то учила педагогов начальных классов детских садов, а Хасаи Магомедович спасал человечество от стресса. В чем состоит его метод? Значит, метод состоит в том, что человек подбирает себе индивидуальные движения. Индивидуальные движения самостоятельно, простые, значит, самостоятельно, путем перебора. Движения такие, вот такие, можно вот так, можно вот так, можно вот так, вот-вот-вот-вот-вот-так. В общем, короче говоря, у кого напряг, кто нервничает, кто зажат, у кого-то равно. Тот может поделать вот такие вот движения, другие любые какие-нибудь придумать. И подобрать движение для себя такое, какое больше всего понравится, больше всего подойдет. И ему становится легче. При этом, что интересно, Хасаи Магомедович не давит авторитетам. Он говорит, мне не надо верить, вы попробуйте. Если вам сразу не поможет, вы хотя бы повеселитесь. И как ни странно, то есть совсем не странно, действует. Действует, действительно. Значит, а моя методика, как мы работаем с детьми, например, мы вспоминаем о том, что искусство имеет не визуальную природу, а двигательную природу. Самые первые рисунки у детей какие, каляки-маляки. Это движение, это движение, и рука там с кисточкой, или просто грязная рука, оставляет следы, которые потом можно уже осмыслить как что-то изобразительное. Так вот, Хасаи Магомедович, он был уверен, что рисовать не умеет. У него был комплекс, что я рисовать совсем не умею, у меня двойки по рисованию были. Ну вот так вот он попробовал на себе свою методику, свои движения. А потом однажды взял в руки кисть и стал художником. Первая его работа висит вот там на печке. Он написал девочку, которая выглядывает там вот из-за стенки, смотрит. Там еще кисть достаточно робкая, но тем не менее выразительность уже есть, образ уже есть. Потом линии, мазки стали более смелые, красок стало много, потому что он не пользуется палитрой. Он смешивает краски прямо на холсте. Сначала он работал масляными красками. Почему такой толстый-толстый слой? Вот, толстый-толстый слой. Потому что он не сразу попадал в нужный цвет. Много раз переписывает свои работы. И краска нарастает, нарастает, нарастает. Но тут нет ни растворителя никакого, ничего. Вот этот вот толстый-толстый слой краски, это результаты долгой работы. Акрилом тоже так же получается, тоже толсто. Он выдавливает краску сразу из тюбика на кисть. Представляете? И водой не пользуется. Только потом кисточки долго моют, потому что они уже успевают высохнуть. И вот уже мы понимаем, что дальше. Допустим, вот Рыж хулиганил себя человек этими движениями. Взял он кисть. Успокоился. Стресса у него уже нет. А что дальше? Дальше человек начинает развиваться. Он работает над собой. Хозай Магомедович стремится... Его любимое слово — шедевр. Он стремится сознать шедевр. Он хочет сделать потрясающее произведение искусства. Конечно, поскольку он не художник, не профессионал, он проходит вот этот вот путь к выразительности, к качеству. Проходит самостоятельно. Путем тяжких трудов. Но это не мучительные труды. Это радостные труды. Это веселые труды. Поэтому... И мало того, он открыт человечеству. Он слушает, обязательно слушает советы. Спрашивает советы. Скажем, в интернете он проводит вот свои занятия. И у него есть такая методика, называется коллективный разум. Коллективный разум. Где он показывает свои работы. И просит в комментариях писать. Что добавить, что исправить. Высказаться. Обязательно прислушивается. Какие-то советы там он не принимает. Какие-то принимает. Что-то делает наоборот. Абсолютно. И получается, что вот такое коллективное взаимодействие приводит к каким-то результатам. Не факт, что это будет жутко лучше. Потому что на самом деле художники-то знают, что шедевры это, так сказать, совершенства не существуют, шедевры не существуют. Мы всегда можем изменять что-то в нашем художестве. Тем не менее, вот этот бесконечный процесс совершенствования, бесконечный процесс творчества, если пользоваться вот этим вот обыденным понятием, скажем так, вот как раз Хозай Магомедович нам и показывает. Нам демонстрирует. И что еще важно? Еще важен морально-этический вывод из всего этого. Ну и опять-таки возвращаясь к исходной моей теме. Что такое искусство? Ну зачем оно нужно? Значит, искусство для нас, в нашем мире, это зона свободы. Хозай Магомедович нас освобождает своей методикой. А что такое свобода? Кто-то от марксизма-ленинизма говорит, что это осознанная необходимость. А кто-то еще говорит, что это выбор. А если вот нет выбора? А необходимость это такое вот сомнительное понятие. А я скажу по-другому. Искусство это, свобода это власть. Это власть над обстоятельствами. Власть над внешним давлением. Отчего стресс происходит? То есть чем он вреден? Когда человек не может реагировать, не может отреагировать действием на какое-то вот травмирующее воздействие среды или собственного организма. Он ничего не может поделать. А метод Хасаи Магомедовича дает возможность сделать хоть что-то. Если ты не можешь изменить вот эти вот давящие обстоятельства окружающей действительности, ты можешь хотя бы сделать вот эти вот движения. Ты можешь что-то сделать. Ты уже полечился. И ты уже в этом пространстве узком, ты уже свободен. В искусстве, на холсте, человек что-то может сделать. Он здесь свободен. И он со своей свободой почувствовал вот это вот, что я свободен, я могу. И вот дальше он может делать уже то, что считает необходимым. Я с Хасаем познакомился сравнительно недавно. И мы, в общем-то, с ним, казалось бы, очень вдалеке профессиям работаем. Я работаю в ядерной физике, а он вот психолог, художник. Но тем не менее мы с ним мгновенно нашли общий язык. Потому что, как вы правильно сказали, так сказать, фундаментом является общее понимание общей ситуации и как в этом мире нам, так сказать, жить. Поскольку есть действительно процессы групповых, где мы далеко не вольны. А кроме того, есть индивидуальный, наш внутренний мир. И мы должны этот мир развивать всеми возможными способами. Тогда и другие люди будут сюда оттягиваться, что называется. Вот Хасай в этом отношении является очень такой знаковой и понятной фигурой. К нему тянутся очень многие. Мы с ним давали очень многие интервью. Хотя я говорил на своем языке, он на своем сначала. Но тем не менее мы очень быстро пришли к общему пониманию. Помню, символом его устремления является ромашка, которая с одной стороны представляет такой коллективный объект, но у ней есть отдельные лепестки, отдельная личность. И Хасай мне вот подарил тоже такую ромашку. Она у меня в комнате висит. Поэтому у него, конечно, очень непростое положение. Он практически не выходит из дома уже очень много лет. Но, тем не менее, современные методы общения с людьми, слава Богу, дают ему возможность общаться со мной и влиять на общую ситуацию. Так что давайте его поблагодарим всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я для себя, да, я вот пытаюсь тоже... Мне как до дистанции, наверное, очень трудно жаловаться, а что-то сказать, что я тем-то, тем-то страдаю. Я никак не решаюсь как-то обратиться к специалистам. Вот девочка поговорил тоже, специалист в этой сфере, да. Но мне сложно, потому что жаловаться несложно. Но я в себе, и это выдается у меня в искусстве. Мне даже некоторые говорят, что работа твоя напряжена изнутри. Может быть, это как раз и должно быть так, чтобы быть художником. Но художник жертвует своими состояниями. Он в этом находится. Это непросто, рассказывать не буду. Находиться в этих состояниях, это очень непросто. Но, может быть, это нас бы сблизило, да, все-таки поговорить с ним. Я не знаю с ним, хотелось бы пообщаться. Может быть, потом я задал бы вопрос, но я бы хотел, конечно, пообщаться. Ну, я думаю, что это можно. Да? Тем более мы земляки, тут как-то знают друг друга многие. Я даже дружу там с самым главным философом, можно сказать, заведующим картером философиком. Кажется, где-то бюст стоит, либо там, тоже резгин как-нибудь. Я тоже. Да, тоже общаетесь с ним. Потом завкафтная психология, да, Мадридин, вот, в МГУ. С ними иногда общаюсь. Тоже такой закрученный, у него в мозге. В общем, у нас на дистанции есть талант. Хотя почему-то богатейшие люди, которые там качают деньги из земли, они интеллектом не дошли, чтобы гениев покупать, да? И кто-то покупает, нет коллекционеров. Но художники, талантливых, и денег хватает. Еще поэты великие дагестанцы. Да, поэты, страна поэтов же называлась, да, дагестанцев. И там столько народностей, там, больше сорока с чем-то, наверное. Где-то тридцать. Где-то шесть чуть-чуть, тридцать. Нет, больше. Семенарных. Вот, ну то есть талантовых людей очень много написано. Но я вот не знал, что он такого порядка высокого психолога. Мне, конечно, очень интересно было сказать. Познакомлю. Да. Ну я тоже не знаком с актором, но первый раз его вижу в работе. Вот, но первое, что мне сразу понравилось, это вот какое-то ощущение радости. То есть, когда я уже узнал, что он человек, ну как бы, не выходит из дома, так бы трудно даже поверить, что у него такой оптимизм. И как он умудряется вот это еще передавать. То есть его работа, они уже сами к себе могут лечить. То есть, если какой-то работа и повесить, например, у себя дома, ну там, ее там художественное качество, это отдельный разговор, а есть еще какое-то, может быть, даже целебное качество. Вот предыдущий оратор говорил по поводу вот как, ну вот, бороться художнику с какими-то своими состояниями. То есть, в данном случае я интервью вижу, что некоторые работы, они могут даже тоже как-то благотворно действовать на собственное состояние. Вот. Ну еще мне понравилось, что вот человек как-то вот он умудряется, он не учился нигде, и как он вкладывается в каждую свою работу. Во-первых, они интересны, вот, например, вот эти вот, как он едет, и как он нарисовал колеса вот эти. Удивительно. Вот этот велосипедист, например, я просто смотрю, что первым я попал. То есть я такого ничего не видел, но ощущение полное вот этого движения, вот этого ветра, и плюс еще он какой-то молодой. То есть вот этот автор, он еще удушается, умудрился сохранить какую-то детскость, что очень важно. Вот примерно все, что я хотел бы сказать. И о каждом пожелал бы. Тоже где-то и себе в том числе вот эту детскость как-то пытаться сохранить в себе. Она спасает нас как раз вот от этих многих болезней. Пожалуй, все. Я, кстати, представляю, как я сегодня говорил, Метыч, мы с вами знакомы, я здесь. Мне можно сказать, что я помощник. Ключеник, адепт ключа, который я знаю, что он работает. Мне он лично помог. Я его использую, применяю. Тоже в каждом творческом состоянии. Наверное, успешно, наверное, не очень. И Казань Гранич переживает. Он не уходит из дома. Вот эту выставку он сам не может увидеть. Только рад, что видео, которое я думаю, отправил. Здесь уже мне сказали, что пусть он не переживает. И пусть продолжает вырисовать. У меня отлично получается. Спасибо, что пришли. И изучайте меня. И давайте приведем. Обязательно. Ну что ж, тогда открылись. Все, гуляем. На. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok